Всем троим и доброго времени суток. Это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Да уж, куда же без пятигушек. Ну что, Blumsta D6. Напоминаю вам про лайки. Также извиняюсь за свое сопение. И отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу и The CatExp. Они знают за что. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Так, 150 обезьяна денег. С ума сойти. Так, и что у нас еще? Вроде ничего. Так, ну что. Попробуем карту Затопленная долина на среднем. Или еще Мерзкие лужи. Пробежим на легком. Хотя тут тоже, честно говоря, раз, два, три, четыре, пять дорожек. С ума сойти. Как? Как? Ужас какой. Ну, друзья, кто это у меня тут? А, запросы. Запросы. Топ-мастер. Ну, заходи, топ-мастер. Что бы нет-то? Ежели что, уважаемый топ-мастер, есть ссылки на дискорд-канал, где можно писать всякое разное. Так, чего? Не нажал что? Нажал что? Что? Невидимка, невидимка. Забавные ребята, которые ставят невидимок. Текст. Ладно. Ну, блин. И лет сначала попробовать. Помучиться немножко. Вопрос хороший. Дать затопленную долину на среднем. Тик, поехали. Ну, вот. Так, пожалуйста. Так, а тебя вот. Интересно, да, что здесь вроде такая кромка, да? То есть, вот если вы обратите внимание, как бы вот так и как будто так. То есть, вот здесь как будто, ну, ну, вы поняли, да? То есть, тут стенка не такая прям четкая, а как будто назад уходящая. Почему сюда хотя бы мелких стоять нельзя? Просто... Сейчас какое-то количество, какое-то количество противников я пропущу. А, ну хотя, не обязательно. Нет, все-таки корабли надо сначала сделать. Ладно, еще одну обезьянку поставили. Ага. И уже все печально, да? Уже противник прорывается. Так. Нужно два. Один сюда, один сюда. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам. Тише. Так, сюда. Я все-таки стараюсь сначала по углам поставить, чтобы потом, ну, тут максимально вот эту вот часть, так сказать, зацепить. Так. Давайте все-таки сначала вот этого мелкого качнем. Так, и два раза быструю стрельбу. Пусть будет. Все-таки пробить четыре слоя шара плюс шапнель, а, шапнель, говорю. Плюс свинец, это тема. Чаек. Я-то единственное, что не помню, с какой стороны тут синий шар полетит. Сверху или снизу? По-моему, все-таки сверху. Все. Так, минимальный, так сказать, набор для снайпера есть. Теперь давайте минимальный набор для этих. Этих. Ну, этих. Ну, вот этих. Ну, вот тех самых. Которые кораблики? Флебустьерчики. Флебустьеры. Вообще, конечно, довольно забавно. Я не обращал внимания, что стартовая версия этого флебустьера, это буквально просто лодка с двумя торчащими в стороны пушками. Реально, не то, что даже не замечал, не обращал на это внимания, что все вот эти. Мне, почему-то, все время казалось, что какой-то парус еще есть, еще что-то. Оказывается, нет. Ничего тут нету. Теперь торговое судно. Разумеется, разумеется. Куда же без него-то? Потом точно так же с другой стороны и надо будет поставить одного пирата. Прорываются? Засранцы. Ну, по крайней мере, искренне пытаются. Так, есть. Тут тебе. Сначала дальность, хотя тебе она тут не очень нужна. Так, воронье гнездо. Все хорошо, чтобы невидимых. Видеть невидимых. Теперь залпы. Чтобы поджигать. Красота. Торговое судно. Я думаю, флебустьера вот сюда поставим. Нет одного сюда, ну, как обычно, в общем. Отлично. Я вот просто думаю, как сначала лучше. Сюда или сюда? Той, тормози. Дайте сюда. Так, флебустьер, да? Он у нас... Нет, он у нас через скорость, в первую очередь, с этой пушкой. Так. Так. И корабельная пушка. С крупными бомбами. С бомбочками, понимаете? Крупными. Притормози. И сюда еще одного. Так. Ага, 36-й уровень. Ага. Ну. Все. Есть только ощущение, что уже никто не пройдет. Так. И теперь-ча у нас, собственно говоря, ряносится. Так. Стоп. Прочный. Прочный. А ты давай бахай по последнему. 39-й уровень. Точнее. Ну, что означает, что сейчас полетит синяя бяка. Все-таки прорвались чуть-чуть, да? Верьте нехорошие. Ну, ладно, чё ж теперь поделаться. Чуть-чуть прорвались. Что, кстати, немножко странно. Ну, то есть, как бы... С учетом... Пробивной способности этих четверых. Ну, хотя тут, да. Тут как бы атака отсюда, атака отсюда. То есть, получается, вот в этой части их толком... Никто и... Ну, не то, чтобы уж совсем никто не атакует. Ну, в общем, меньше атакует, чем надо бы. Так, есть. Теперь сюда мы ставим еще одного. Так. Да, пожалуй, все-таки сюда. И тебе по-последнему. Бам-бам. Ну, чтобы он все время в одну точку просто фигачил. Не переворачивай. Не, не это. Не крутясь, так сказать. Ага. Вертолет нужен, наверное. Пусть будет. Нет, подожди. Стопку вертолета. Есть. Так, так, так. Сейчас качнем сначала ферму. Угу. Все. Так, теперь. Теперь нам нужен... Хорошо, один авианосец. 7200. А ферма пущая работает. В свое удовольствие. Так, смяли. Хорошо. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Бам-тс. Есть. Отлично. Теперь нам нужны пираты. Прокаченные. Пираты. Веселые ребята. Обезьяна. Пираты. Так, нет, я думаю, все-таки прокаченный флибустьер будет вот тут. Сначала флибустьер качнем. да главарь пусть будет или сначала сюда тоже бахнуть все-таки три пушки три пушки скоро 63 уровень страшный жуткий 63 уровень ненавистный маньян так нажить давайте-ка это как в прошлый раз ребят поставим посмотрим как не тут теперь соответственно эти два идут через бам-бам-бам-бам-бам-бам а вот этот и этот как раз таки будут хотя нет давайте этот будет супер пиратом а этот будет супер торговцем а эти просто два торговца точно так и сделаем на все как прелесть ну тогда фриплэй так скоро будет 63 тирам прекрасно замечательно великолепный 63 рамки вот собственно и он ненавистный я как всегда отвлекаешь сильно так отвлекаюсь но нет не должны прорваться вроде даже не 63 а уже такая жопа какая прелесть запомнился 63 рамки он не снится в кошмар периодически и регулярно вроде они их сносят да не сносится нормально так еще 2 300 есть отлично так теперь значит это у нас супер пират это у нас супер торговец что накопим деньги сначала на супер пирата и сначала авианосец вообще бахнем можно авианосец на самом-то деле тут сбоку да вот так вот вообще дать сначала авианосец на самом-то деле деньги деньгами но деньги в принципе так зарабатываются а вот блин флагманский авианосец от флагманский авианосец все таки больно они хороши черт побери 25 тысяч на всю купю просто накапливаем так снайпер снайпер чё снайпер снайпер работает у снайпер все замечательно ну вроде пока все хорошо визуально по крайней мере забавно как здесь периодически ну то есть вот подтормаживание происходит во время боя ну в том смысле что знаете выглядит как на каком-нибудь подиуме где ну модели там выступают например такой-то затыка типа одна прошла вторая еще не вышла там в это время за кулисами так красота вопрос эта красота актуальна не очень сейчас мы сюда ставим нашу офигительную ускоряшку всем будет раздавать свои офигительные ускорителя а наверх может друид наверх поставить и мотать все нервы дальность ему дадим чуть не прорвались видели далеко так достаточно ну да и пусть стоит 35000 да сначала друид давать хотя блин ну да и пусть куда-нибудь вот сюда приткнуть а сюда кого вопрос не праздный эй где там друиды да друиды можно сюда приткнуть чуть-чуть чуть чуть спустя или вообще пока не париться по этому поводу все мимо неотель никто не пройдет так давайте-ка качаем нашего торгового кораблика пока что народ справляется супер липучка здесь у нее все хорошо кораблики все под действием авианоска сверху чувак раздает ускорителя вообще красавчик все вроде бы хорошо все вроде прекрасно что-то что-то не знаю что-то не так знаете чего не хватает? я понял чего нам не хватает нам не хватает вот этой штуки нам не хватает во первых так этому снайперу первый этот снайпер по порогу прочный сейчас с минимумом направлюсь чтобы все качнем их до предпоследнего, точнее вот этого надо качнуть чтобы он глушил врагов и нам знаете что надо? на финал нам нужна охренительная штука названием вот эта хрень ну вот так вот зачем? скорость а вот ради второй ветки ради вот этой штуки способность ускоряет атаку повышает повышение способность всех обезьян на сто процентов я так понимаю что это имеется ввиду все на карте потому что если я ничего не путаю вот тут написано ненадолго сказать атаку усилить предпоследование соседних обезьян а там написано всех обезьян в принципе вообще всех еще я делал вывод что всех имеется ввиду ну всех вообще всех прям всех-всех-всех поэтому сейчас мы это качнем если успеем конечно 40 тысяч атаку усилить атаку усилить Дракончики, поучаствуйте По-моему, не успею Мне кажется С ракет набрать не успею До сотого раунда А, в смысле? Да ладно! Кого пропустил? Где? Вот это да Упустил момент Вот паразиты Обидно Ну вон, сэляви Сотого не получилось Блин Не впрямь как-то обидно Ну что поделать, что поделать, что поделать Бывает Так Ну ладно Так Ежедневки? Да, ежедневки Сколько там времени осталось до конца видео? Хватает На ежедневке сейчас потупим Танк Ух ты А, максимум 10 тысяч ограничений по обезьянам Ммм Вертолет Водные Это хорошо Ну поехали Танк Неожиданно Дорогой, зараза В чем проблема Проблема танка не в его эффективности В дороговизне Не, ну тут если максимум 10 обезьян То тогда смысла в ком-то кроме вот этих вот кораблей я не вижу вообще Корабли и все Ну может быть танк и самолет Все Больше никто Пушки нет Это нет Это тоже нет Вертолет Но он здесь не очень Он будет туда-сюда метаться постоянно Между этими Между линиями Вот куда танк поставить Просто для таких героев здесь Мягко говоря Не очень-то Места есть Что артиллеристы тогда Что танк здесь И так стоят Что как бы Либо с этого боку Либо с этого боку То есть Тот же под фасте Например Для адмирал Брекел Как бы он тут в центре Под фасте Вообще Как это идеальная позиция Вот здесь вот Стоит и бахает Что такое дорогую-то Блин 2000 почти С ума сойти Стартовый герой Блин Ну просто Я бы не сказал Что это прям Какой-то ультимативный герой Хотя возможно Я его просто Не раскрыл Может быть Может быть Он очень дорогой Дорогой Ну он сколько Вот уже Десятый раунд Да Я до сих пор На него Накопить не могу То есть Кое-как Двух обезьян Поставил И все Вот И все Что я делаю Это коплю На этого Черчилля Капитан 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 Полковник Уж тогда Полковнику Никто Не пишет Почти накопил Так Так Вот так вот Да Ну хотя С другой стороны Он как Бахает Как по мне Полковник Капитан Это Такой Персонаж Персонаж Как бы это правильно сказать Я кстати понял Почему я в прошлый раз Проиграл На прошлой карте Я там Помните же Ставил У авианосца Вбить По последним Вот Надо было Переключиться На первое Блин Потому что Собственно говоря Мимо авианосца Кто-то и проскочил Получилось Ну да Учитывая скорость стрельбы Этот пусть бьет по первому Мотай сильнее Кстати Да Не ведем Ки Уж скоро пойду И пулеметик Да Точнее по сути Получается такая Вообще интересно Да Что у него Как бы есть пулемет Есть пушка При этом пулемет И пушка Они между собой Не связаны Мне кажется Что у него должно быть Две вот эти вот части То есть Типа Ну буквально Видите как бы Пулемет Ведь он крутится Куда Ну то есть Видите да Он как-то гуляет Туда-сюда Мне кажется Что у него должно быть Две Ну как это Две направляющие То есть Одна на пушку Другая на пулемет И тогда это было бы Вот тогда бы это было Совсем интересно Потому что пушку Можно было поставить На прочный пулемет На все остальные Черт Это было бы очень Солидно Я почему-то кажется Что что-то подобное И хотели сделать Двух Двуручник Герой Двуручник Просто тогда бы он Стал Гораздо более Широкого Так сказать Диапазона Товарищ То есть Соответственно Ставим пулемет Айдюб Апонский Городовой Ну что ж ты сделал Балбес Так Так Корабельные пушки Вообще Да Действительно Если бы пулемет И пушка Шли отдельными Так сказать Отдельными Строчками Блин Да Тогда бы это был Стол Подождите А что я туплю Что я сделал Сейчас Тормози У нас же тут Нету Тьента Так что Пираты тоже Через гнездо Тоже Через гнездо Теперь Ничего с этим Не попишешь Так Осталось Сколько там Четыре Там был Написан Авианосец К сожалению Авианосец Не через Зажигалку Ничего не попишешь Опять же Три Обезьяны Осталось Так Ну один Самолет И два Корабля Еще Да Да Наверное Что нет Со мной Пусть самолет Летает Со мной Единю Своей Два И два Торговых Корабля Да Наверное Примерно Так и Сделаем Торговых Та-та-та-там Там Три тысячи можно было понише чуть поставить все-таки жалко что нет какой-то возможности их ну вот так просто передвигать хотя бы как-то по чуть-чуть я не знаю по метру по единичке там за сколько-то раундов чуть-чуть сдвигать свалили еще два торгового можно было конечно подводные лодки приткнуть но да нет и самолетик отдельно камуфлированно они чувства латы где это крылатая обезьяна что-то летает не очень понятно что это значит ну да ладно крылатая обезьяна это по-моему из-за прокачки дачу такое что там какая-то крылатая обезьяна что-то дает я только не помню что именно но что-то она дает да да надо прочитать да блин я потерял этот маркер кстати скоро будет страшный раунд 63 желанный да все таки через день сначала пойдем потому что во-первых скорость атаки увеличивается и вообще да одна из проблем конечно и самолета и вот этих вот но лет авианосцев в том что они абсолютно становятся беспомощны против ну что-то есть преодолели беспомощны против по сути ну то есть бронированных шаров до камуфлированные но авианосец без эти я на это ну или без удочки рядом который дает ему обзор это прям вообще очень печальное зрелище такси подумать очень сильно сокращается набор возможностей так как к этому относись но нет реально как будто эти самолета до без поджога прям вообще печи беда печаль победа попробуем все может здесь хотя бы до сотов доберусь может и доберусь так сейчас нам нужны пираты на то что я забросил тоже какого уровня 10 а чете кстати капитана я уже забыл так бронебойные снаряды пущены танка могут взорваться до трех раз кого так выстрелы лучше пробивает шары бронебойные снаряды выстрел проник пробивает черные шары ность дополнительно керамическим просто увеличится вместе с уровнем чертеля и повышенной дальность на танк установится корстрельный пулемет бинокль взрывать камуфлированной тема снаряды наносят больше урона мог взрываться четыре раза ускоренную атаку снарядом 5 раз барьер для моап устанавливать барьер и с снарядов восстановлю до 10 шаров ман на экране каждый раз нас грома урон так увеличена при помощи способность снаряд у нас еще больше урона 6 раз взрывается бронебойный снаряд пробивает два слоя шаров и носит дополнительно к керамическим более сильным шарам Пулемет основного оружия пробивает на один слой больше Все атаки носят дополнительный урон Укрепленным, ускорена атака, бронебойные снаряды Еще больше урона, все снаряды пробивают Дополнительный слой шаров Снаряды могут взрываться 7 раз, снаряды против мапы Основное оружие носят намного больше урон за каждый выстрел Окей, ладно Мощно звучит Так, еще один пират, все Я думаю, надо вот это сначала прокачать Деньги у нас вроде достаточно Ну кстати, я вот сейчас подумал А может действительно смысла не было в авианосцах Ну просто их самолеты А с другой стороны А что нет-то? Летают на больших дистанциях Атакуют, да? Сами авианосцы довольно шустрые Ну да Тут Фиг его знает Фиг его знает Может я и не прав Крепленные Камуфлированные Бам Все Теперь он стреляет бомбами 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 Большинство типов шаров Вот мне нравится это описание Уничтожить большинство типов шаров То есть, простите Что значит, блин, большинство? А можно перечислить? Большинство Большинство это сколько? Все кроме Как это? Большинство шаров Это, как это? Все, которые не укрепленные Не камуфлированные И так далее, да? Большинство Да, он уничтожает большинство типов шаров Кроме камуфлированных Укрепленных, да? Отсчитывая, что Большинство шаров прячется Как раз таки в таком шарике Ну, что ж поделать Сцеля и Как там Подай, подай Пух Так Давайте-ка мы сначала качнем Вот этого товарища Торговца Торговца Потому что, во-первых Что он там делает Больше денег Заработок других кораблей А также повышает урон Всех торговых кораблей Урон А флагман у нас Водная обезьяна Такой-то быстрее Но он за скорость этот за урон То есть их первыми надо атаковать Пират в самую последнюю очередь До какого же уровня 12-й Красота 13-й Ну, а что ждать? Наверное, два слоя шаров Дополнительный урон Чего спрашивается ждать Ну, вряд ли мы здесь доживем до сотого Потому что Ну, ведь, во-первых, кораблей мало Все штуки Тут бы еще парочку Не такой плотный огонь Как хотелось бы Так, этот у нас будет Авиафлагманский Нет, вот он будет флагманский А зачем? Вообще-то согласен Какая разница Пусть будет этот Танк жжет Танк жжет Мы увидели, да? Что здесь было? Ну, я еще раз повторюсь Определенная идея была в том Чтобы сделать две пушки То есть Одну, так сказать, против брони Другую против всех остальных Потому что видно, что Пулемет периодически Поворачивается под 90 градусов К основной пушке И Значит, соответственно Представляете, да? Можно было бы пулемет, например Поставить на первых А броню Эту Снаряды На этот, как его? Соответственно На Пробивание Бронь этих прочных Вот Блин, а Тут могло бы быть очень хорошо 7000 нужно Не могло бы быть очень хорошо Это было бы очень хорошо Просто В бассейне стало теснее В несколько раз Наверху Все равно никого поставить не можем А даже если помогли А кого ставить? Пушки, что ли? Нафига не нужно Они по невидимым не бьют Было бы еще возможность Поставить двух обезьян И бы еще два корабля торгов Впредку С них толку-то по воле будет Так, и теперь глава пиратов Так Интересно, да? Повышает урон всех торговых кораблей Но А, ну хотя нет Отметка и присутствует Ну да, это только по торговому работает А это просто по всем Ускоряет Мощь Опа А потом наварха сделать Хе-хе-хе-хе Иди сюда Ну а что? Ну кстати Здесь вообще Возникает интересный момент Смотрите Можем ли мы Допустим Сейчас Допустим Перепройдя вот это дело Вместо одного пирата Поставить, например Подводную лодку С ее шартоневым реактором Которая будет давать всем обзор И соответственно За счет этого Дать пиратскому кораблю И двуму флагманам Не Как его Не ставить им Дальность стрельбы А поставить им огонь Вопрос Неизвестно Может и можем Вот тоже не очень понятна Вот эта способность Не видно как она работает То есть нет какого-то Я сейчас Сейчас нажал А ну вот Вот он как-то Вот он поморгал А ну Ну нет Ну видно Но Не сказать что прям Очень хорошо Так 82 тысячи Сейчас по-моему ВДТ полетят В огромное количество Ну Я сделал все Что мог Теперь По-моему Мы не выдержим Или выдержим Да ладно Ничего себе Нежданчик Способность лучше на обычных Не тратить По возможности Ну кроме Наварх Этого Наварховских Говорю Этих Крюков Там денег побольше А это крюк Эк 82 Все-таки Все-таки А ведь получится Если сделать Наварх Да То Если сделать Наварх То по факту Здесь получится Один корабль И можно будет Обновить все остальные И вот я действительно Подумал А если Допустим Тихо Зазвездился Нет Блин Не успел Откатиться Чуть-чуть Ах Как обидно Да ладно 99 Раунд Ну Соляби Что поделать Что поделать О Конфетки Ох Ничего себе Сиреневый Даже Какая прелесть Ну До конца Мы не дойдем Так что Можно даже Особо не париться Так 3 300 3 300 Большой привет Для тракториста Так Пу-пу-пум Че Может какому-нибудь герою Прикид Прикупить А кому Сауди Или тебя Что у тебя тут есть Хе-хе-хе Санта-Клаус Серьезно Ну честно скажу Мне не вот этот Не вот этот Особо не нравится То есть как-то А вот у Сауди Вот этот Такой Бодрый Очень Напоминает Знаете кого Рыжую Соню Из Нет Не овервотч Как ее Херо 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 Солзо Шторм Кажется Знаете что Вот на следующем Испытании Вот кто будет Того и превратим Так будет интереснее Чем сейчас Наугад тыкать Очень неизвестно Тут получится То есть это будет завтра Ладно что На этой запланированной ноте Всем огромное спасибо За просмотр Напоминаю что Ссылка на плейлист На группу вконтакте На дискорд И на донаты Все это в описании Под видео Извиняюсь за свое сопение Всех тоже до сюда досмотрел Обнимаю Парни хлопаю По чудесочку Ко щечку Увидимся в следующей серии Блунс ТД6 Безговорочная фарева Как то так